Приветствуем всех на прослушивании цикла «Казанское взятие». Автор Иван Мизеров читает Иван Мизеров. «Казанское взятие» глава первая. Восприятие истории, историческая память – вещь официальная. Иногда воспалившийся национализм раздувает на безрыбье совершенно ничтожные эпизоды с победой воистину титанические. Здесь и великая и ужасная битва под крутыми, в которой с обеих сторон суммарно принимало участие в лучшем случае четыре с половиной тысячи человек. Здесь блистательные виктории прибалтийских государств, например, созданной при содействии немцев эстонской диверсионной группы Эрна, которая сумела совершить только один единственный акт подрыва ЖД путей, прежде чем была уничтожена и в честь которой в современной Эстонии ежегодно с 1993-го проводится военно-патриотическая и военно-спортивная игра, на которой всем участникам рассказывают, что эстонцы едва ли не сами отвоевали свою свободу у проклятых советов. Разумеется, более чем достаточно подобных примеров и в государствах дальнего зарубежья, просто приведенные выше для нас несколько ближе к телу. Иной вариант – присвоение себе вполне реальных военных подвигов прошлого, которые к нынешним временам не имеют ни малейшего отношения. И лучший пример здесь претензии итальянской и даже румынской армии на преемственность к славе Рима. Однако же в подобного рода государствах победы тщательно выискиваются. Их протирают от пыль веков, не просто кладут на полку, но вставляют в оправу высшие пробы пафоса и патетики, а затем выкладывают на всеобщее обозрение, регулярно подсовывая консолидирующую нацию перемогу под носы старому и малому. В тех же государствах, у тех наций, чья история действительно богата военными успехами, ситуация бывает парадоксальным образом противоположной. Никому не требуется ничего доказывать, ни внешним силам, ни самим себе. Когда вы – один из мировых символов брутальности, победитель, вынесший основную тяжесть боев в самой большой войне в истории и вообще, представления о славном прошлом становятся предельно обобщенными, размытыми. А там кроются подлинные бриллианты, которые не нуждаются почти в огранке и обработке шершавыми языками, просто достань из сундука специализированных книг и профессиональных дискуссий с яркостью звезды, засияют на солнце. В этой серии речь пойдет об одном из таких бриллиантов отечественной военной истории. О битве, которую без натяжек и преувеличений можно включить в список важнейших для нашей Родины вообще, а также в число самых масштабных баталий своего века – о Казанском взятии. Что вообще знает об этом средний гражданин? В уме сразу всплывает личность Ивана Грозного, и то скорее не исторического, а комедийно-киношного, который Казань брал, Астрахань брал, а Шпака не брал. Кто-то особенно из бывавших в Казани вспомнит о царице Сююмбике, правившей в качестве регенши во время последней войны ханства, и о башне Казанского Кремля, носящего ее имя. Некоторые могут припомнить, что в осаде и штурме участвовал в качестве русского полководца князь Василий Семенович Серебряный Аболенский, ставший много позже героем романа Алексея Толстого «Князь Серебряный». И уже редкие интересующиеся истории люди смогут назвать и указать отдельные имена и подробности, но тоже довольно бессвязно. Выдающийся инженер Иван Выродков, что-то про немцев, заложивших бомбу с часовым механизмом, что-то про казаков, но все как-то смутно. В действительности же речь идет о событии, которое определило дальнейший ход истории для нашей страны. И не только напрямую, но и косвенно. Решения, принимавшиеся непосредственно после победы, заложили основы дальнейшего имперского проекта России. Ее взаимодействие с народами и территориями, попадающими в ее политическую орбиту. Впрочем, о значении в некоторых отношениях так просто эпохальном победы над казанским ханством мы еще поговорим. А пока что нужно очертить круг и довольно широкий предшествующих обстоятельств. Начать же стоит с того, откуда вообще взялось ханство и что оно собой представляло. Сразу оговорюсь, что существует своеобразное, но достаточно сплоченное и хорошо себя чувствующее на национально-республиканской почве Татарстана историческая школа, дающая свои версии многих фактов и событий, но я предпочту удержаться в этом отношении традиционной российской линии с некоторыми своими дополнениями. Чтобы понять, что такое Казань, нужно понять, что такое Ига, а чтобы понять, что такое Ига, нужно понять, что такое Золотая Орда. Появилась она не сразу, и это тоже важно. Русь была покорена не ей, а единым и огромным монгольским государством, вторым по размерам за всю историю мира. А если взять такой дополнительный параметр, как непрерывность территории, то первым. Нельзя сказать, что монголы не заметили нашего сопротивления. Нет, в некоторых случаях оно было весьма приличным и даже делало честь нам по сравнению с кое-какими гораздо более населенными и сильными государствами, павшими под натиском монголов. Однако все равно мы были не более чем эпизодом в великом походе на запад к Последнему морю. И вел монголов в этом походе Бату, известный у нас как Баты. Второй сын Джучия, старшего из сыновей Чингисхана, то есть внук величайшего из монголов. Он дошел до Адриатики, у Сплита, разбив поляков и чехов, венгров и хорватов. Его передовые отряды были недалеко от Вены, а с другого фланга приступили к разорению Силезии. И тут он был вынужден быстро свернуть все операции и уйти. Была ли тем самым спасена Европа? Очень возможно, что да. Но Батый не думал о Европе, он думал о Каракаруме и о предстоящих выборах нового великого хана. И здесь самое время кратко пройтись по системе власти и управлению монголов, а также и о том поговорить, как, кто и в какой мере может считаться монгольской знатью. Существует утверждение, что Чингисхан ввел десятичное деление для монгольской армии. Десяток, сотни, тысячи и десять тысяч тумен, которые на Руси превратился в тьму, а его начальник, соответственно, в темника. Это одновременно и верно, и неверно. Чингисхан поделил не некую отдельно существующую армию. Он поделил всех монголов. Фактически дело выглядит следующим образом. Десяток – это объединение людей, выставляющих десять бойцов, тоже для сотни и так далее. И вот именно этими объединениями и командовали соответствующие фигуры, которые на первых порах очень условно можно считать монгольской знатью. Да, некогда в самом начале тумены формировались на основе новопокорившихся кочевых племен, но очень скоро мудрый Чингисхан оторвал племенных вождей от корней, начав тасовать командующих между туменами. К моменту смерти первого великого хана процесс перемешивания зашел уже довольно далеко, а к моменту западного похода еще дальше. Лишь много позже, через доброе столетие, процесс прирастания командующих своим подразделением зайдет достаточно далеко, чтобы надежно начала устанавливаться преемственность от отца к сыну, и позиция стала бы наследуемой привилегией. Вообще знать в оседлой цивилизации опирается на землю. При феодализме все в конечном счете упирается в объем земельной собственности, в том числе и позиция на знаменитой лестнице. Нет, в каждом правили свои исключения, бывали бароны с владениями достойными герцогов, бывали герцоги, скатывавшиеся до среднего барона, но в целом все было довольно стройно. И даже короля с маленьким доменом зачастую, разумеется, довольно благопристойно, но все же посылал куда подали, его вассал с большим. В кочевом обществе были, конечно же, свои имущественные параметры, число скотины, но в большей мере речь шла просто о том количестве людей, которые готовы пойти за тобой, с тобой, в случае кочевки. В силу этого отношения к знатности рода было в большей мере пропитано мистическим, а не рациональным, что иногда способствовало ослаблению, а иногда усилению власти. К чему все это предисловие? К вопросу, который будет принципиально важен даже в середине 16-го столетия для наследников кочевого мира вопросу о происхождении Чингисхана. Править может только чингизит, таков закон. И был он столь незыблем, что даже самые выдающиеся вожди, не принадлежавшие к заветному числу потомков Тимуджина, не рисковали прямо объявлять себя ханами. Это касается даже величайшего из великих, второго после Чингисхана человека в истории, так сказать, монгольского мира Тимура Тамерлана. Всю свою жизнь он так и остался на позиции, эквивалентной более понятному и знакомому нам визирю при нескольких сменявших друг друга ханах-декорациях. И то же самое, даже не закулисный серый кардинал, а вполне явный правитель, но при живых и правящих ханах-чингизидах темник и бек-ляр-бек, примерно аналог все того же визиря или великого канцлера Мамай. Итак, править должен Чингизид. Но какой? И здесь вторая особенность. Уже после первого великого хана, самого Чингисхана, началось то, что мы, привыкшие к европейской традиции, едва ли можем назвать иначе, как наследственный чехардой. Преемником отца стал его третий сын, Угедей, причем не вполне ясно по воле отца, еще при жизни сделавшего такой выбор, либо по утверждению великого собрания, Курултая. Что есть Курултай? Если взглянуть на современные ходульные определения, то речь еще о неком собрании монгольских князей, которые и выбирали Де Великого Хана. Реальность же такова, что в эту эпоху никаких князей, даже закавыченных, еще не было. Были командиры тех самых десятков, сотен и так далее, о которых шла речь выше. Людей, полностью зависимых от своего главного командующего, непосредственного потомка Чингисхана, который и производил назначение. Вместе с ним был еще один любопытный момент. Участвовали в Курултае только действующие командиры. Именно по этой причине нельзя было просто послать кого-то из продолжающей поход на запад армии. И вот Баты едет в Каракарум, столицу Ставку. Реально перед Курултаем стояла задача выбрать из числа потомков Чингисхана. Другие кандидатуры не рассматривались, а значит все офицеры действуют исключительно в качестве партии какого-то Чингизида. Какого? Конечно же своего верховного командира. Да он и попросту сменит тех, кто внезапно начнет проявлять хоть тень нелояльности еще до Курултая. Вот и выходит, что есть определенный круг братьев, а затем дядьев и племянников, за каждым из которых стоит своя армия, и каждая из которых имеет те же права, что и другие. Удивительно не то, что склоки возникли, а то, что они сразу не разнесли империю. Выход, однако, подсказала сама жизнь. То, что когда-то было мобильными армиями, неевшими даже по меркам кочевников географической привязки, с окончанием походов, начало привязываться к определенным регионам. Для Батыя и его потомков это был как раз запад империи. Так начала формироваться система улусов. Тот, кто приезжал на очередной Курултай с сильнейшим составом, а также кому благоволили советники и жены умершего великого хана, это тоже играло свою роль, превращался в великого хана, старшинство которого признавалось всеми. Он мог приказывать другим ханам. Но вот менять их, не прибегая к военной силе и беря на себя соответствующие риски, уже не мог. Слово улус в нашей историографии обычно вовсе не переводят, но в тех случаях, когда перевод все же дается, то, как правило, это довольно корявое и не вполне уместное здесь государство. Гораздо правильнее здесь будет владение, тем более, что после первого слова почти всегда шло имя улус такого-то. Это могло быть имя действующего хана, могло быть имя основателя, редко просто имя какого-то выдающегося хана из числа прошлых владельцев, например, хана узбека. Ну а позднее, когда, да, то, что мы знаем, как золотую орду обрело окончательную самостоятельность, появилось еще выражение улу-улус, где улу – это великий или великое. Великое владение. Улус-джучи. В этом смысле словосочетание «золотая орда» – двойная ошибка. Во-первых, в оригинальных документах эпохи Ига есть только одно слово, просто – орда. Лишь потом, когда орд станет много, об этом разговор у нас еще впереди, в ретроспективе ту первую станут именовать «золотой», подхватив описание из одной описывающей путешествия туда бумаги. Окончательный термин, как и почти все русские исторические термины, закрепится уже в XIX веке. В реальности же речь шла не о стране, а о ханской мобильной ставке, центром которой был сшитый золотой нитью большой шатер, где располагался хан. Он-то и есть «золотая орда». Что же такое Ига? Почему вообще Русь не вошла в состав монгольской державы напрямую? Мы, конечно, можем тешить себя мыслью об огромной силе русского сопротивления, о той памяти, которую оставил по себе Евпатий Коловрат, об обороне Козельска, но реальность все же прозаичнее. Монголы периода завоевания были кочевниками. В основе всего, в том числе и военной мощи, лежал скот и его выпас. А основная же часть русских земель того времени лежала в такой климатической зоне и в таких густых лесах, где подобное было почти невозможно. Монголы могли покорить Русь, но не жить там. В этом смысле другой важный пример – это большая часть Сибири, которую иногда на современных картах почти всю закрашивают в монгольские света, а иногда меньше, чем на треть. Очевидно, что никаких противников, которые могли бы составить военную оппозицию монголам, в Сибири не было. Хану вынуждены были подчиняться все. Все, до кого доезжали монгольские эмиссары и сборщики Дания. Происходило это, по-видимому, не везде и не всегда. У Руси была, впрочем, существенная разница. Она была более развитой, более населенной и более крепкой. Если в Сибири те племена, которые жили слишком холодной для скотопаса в зоне, могли заплатить дань и жить сравнительно вольно, то Русь монголы здраво решили контролировать. Как? Через систему ярлыка на великое княжение и, в меньшей степени, ярлыка на русскую митрополию. Если митрополита все же подбирала сама церковь, а хан утверждал, то великого князя Владимирского назначала орда и умело стравливала меж собой претендентов. Подчеркивалась красной нитью мысль, что куда проще, безопаснее и удобнее, чем копить военную силу и строить крепости, потратить часть этих средств на выражение лояльности хану. Крепости все равно будут разрушены, если хан пожелает, а так никакого риска. Хан велик, грозен, но милостив. Так это работало довольно долго. Самые хитрые из отечественных князей, князья московские, тоже сообразили, что деньги иногда дают больше власти, чем мечи. Они были, пожалуй, самыми лояльными к орде в течение долгого времени, и они же в итоге покончили с игом, накопив золото и авторитета, дождавшись, когда орда ослабеет. Само по себе ига была одновременно и тяжелее, и легче, чем, например, если бы Русь стала вассалом европейского государства той же эпохи. Монголы действительно брали деньги и не лезли в душу. Причем изначально и деньги-то брали больше в символическом отношении. Здесь снова нужно подчеркнуть разницу между оседлым и кочевым миром. Да не очень-то и нужна классическим кочевникам, им негде тратить свое золото. Старые волжские торговые города, вроде Булгара, после первой атаки монголов на долгое время кончились, а новые еще не возникли. Занятая область и так никогда не была местом расселения крупной оседлой культуры. Кочевникам негде не только расходовать, но и хранить большую казну, возить с собой, зарыть в поле. Нет. Дань – это прежде всего символическое признание подчиненности. В Европе побежденный платил победителю, но один раз, одну сумму, контрибуцию. И пусть сама выплата могла растянуться на много лет, но сумма была конечной. Вассал мог что-то выплачивать своему сюзерену, а мог и наоборот получать. Отношения всегда были взаимообратными. Данник хана платил потому, что признавал верховенство. Обычно не такие уж страшные суммы, но подспудно подразумевалось, что он в полной власти повелителя, и если тому вдруг понадобится больше, то он приедет и возьмет. Пусть даже вообще все. Редко наслучалось и такое, особенно если хана прогневить. Так было на начальном этапе, но времена менялись. Монголов было мало на ту половину континента, которую они заняли. Они растворялись среди завоеванных, ассимилировались культурно и фактически. Быстрее всего, конечно, в тех местах, где уже были великие оседлые государства, прежде всего в Китае. Фактически Монгольская империя, как даже формально единое государство, прекратила существовать после того, как Улуз, где находилась первоначальная территория расселения монголов и ставка Великого хана, стал по своей сути новой инкарнацией Китайской империи, только с Монгольской династией во главе. Та же китайская историография так прямо и делает. Есть период монгольского владычества, а есть период династии Юань, которая тоже была этническими монголами, потомками Чингисхана, но культурный, в смысле подхода к управлению, уже стала вполне китайской. Улуз Джучи менялся медленно. Как уже говорилось, там изначально не было крупных держав-оседлых, но и там вода точила камень. Волжские торговые города понемногу отстраивались, а в нижнем течении появились ханские столицы, изначально только зимние, а потом круглогодичные. Сперва Сарай Бату, Сарай Баты, старый сарай, а потом Сарай Берке, новый сарай. Это уже вполне себе города, с ремесленным и торговым населением. С городской жизнью приходили новые порядки и правила, в том числе и для Руси. В нашем языке есть слово басурманин, искаженное от мусульманин, причем используемое всегда с негативной коннотацией. Мало кто знает, что изначально речь шла не о неких абстрактных мусульманах вообще, а о конкретных людях, купцах-мусульманах, иногда даже не монгольского происхождения, которым ханы давали на откуп за те или иные услуги и поставки права сбора дани на Руси. Если прежде дань перетекала в Орду довольно неравномерно, а те же московские князья и вовсе прикарманивали немало ее процент, то теперь откупщики выжимали все причитающееся и даже больше. Этот факт весьма сильно подстегнул нарастающий процесс деятельного недовольства игом и самоорганизации в русских землях для его уничтожения. Другим же фактором, придавшим русским смелости, стало то, что в самом ханстве было явно не все в порядке. Последним действительно великим ханом был хан-узбек. Он же принял под влиянием все тех же торговых связей с Ближним Востоком эпохальное решение. При нем улуз принял ислам, как принял его и сам хан. Что, впрочем, совершенно удивительным образом не поколебало традиционную монгольскую веротерпимость. Хан верил в Аллаха, и те, кто хотел приблизиться к хану, должны были верить в Аллаха. Все подданные хана должны были с уважением относиться к культу ислама, но и только. Все равно можно было верить и в Христа, и в Яхве, и даже в старых богов неба, которые, с точки зрения ортодоксального ислама, конечно, права на жизнь не имеют. И на верце не платили налог джизью, исключительный случай для страны главенствующего ислама. Национальное, если можно его так назвать, еще было выше религиозного. Впрочем, раз начавшийся процесс исламизации теперь уже не останавливался. Но погубило золотую орду не это. Ее погубило, в общем, и помимо прочих социально-экономического плана факторов, то же, что и великую империю монголов. Неясность вопроса престола наследия. Число чингизидов с каждым поколением непрерывно росло, а значит, росло число претендентов. Хуже того, чингизидов теперь было так много, что не каждый из них мог рассчитывать на весомую позицию в Улусе. А вот ханом, теоретически, при удаче стать мог. Неудивительно, что началась так называемая «великая замятня». С 1359 по 1380 год на Золотордынском престоле сменилось более 25 ханов, причем основная масса насильственным путем. Хуже того, по мере ослабления центральной власти все больше местных сильных чингизидов начинало подумывать о том, что с Улусом Джучи можно поступить так же, как некогда поступили с империей чингизхана, сперва фактически, а потом и формально поделить ее. В конечном счете, так и получилось. Не надо думать, что такие процессы были характерны только для Золотой Орды, нет. Они были и в других Улусах. Выход реально был только один. За спиной у дерущихся чингизидов должна была вырасти сильная фигура, которая при их неперерывной смене сохраняла бы подавляющую власть. Самая выдающаяся из таких фигур это, конечно, Тамерлан. У Мамая, по-видимому, были шансы на нечто подобное, но поражение на Куликовом поле сразу напрочь и на повал уничтожило его. В итоге взорвавшегося темника убили свои. В игре престолов или побеждаешь, или умираешь. Отдельный рассказ про Куликовскую битву, ее ближние и дальние последствия занял бы слишком много времени, а потому остановимся на главном. После двух великих поражений сперва от нас, а потом от Тимура ханство стало фатально слабеть. Власть в центре усилилась, тот же Тахтамыш, довольно выдающийся хан, держал Улу скрепко, а после него ханы неплохо поддерживали порядок в центре, но вот окраины стали откалываться и сыпаться. В начале 1420-х годов образовалось Сибирское ханство, в 1428-м Узбекское ханство, затем возникли Крымское 1441-й год ханство, Ногайская орда 1440-е и Казанское ханство 1465-й. В числе этих ханств было и Казанское 1438-й. Сама же Золотая орда дожила до унизительного стояния на Угре 1480-го года, когда хан Ахмат попытался добиться повиновения и выплаты дани от Ивана III. Опять же, даже не столько ради денег, сколько ради престижа и не смог. После ухода хана с войском от реки Улу с Джучи просуществовал еще только три года. После 1483-го новообразованные ханства орды становятся уже совершенно самостоятельными. Что было дальше и как развивались отношения Руси с Казанью в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok